Игровой канал Ивана Палеота представляет Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Иван, вы на канале Фолиота, это Ведьмак 3, Кровь и Вино, 27 серия, Геральта из Ривии, на ваших экранах Корва, Бьянка И мы вновь стартуем отсюда, вот я поставил этот трофей, который достался нам от Марлены, того самого вихта, полосатого или какого-то там вихта, которого мы расколдовали во время нашего похода Поиска до микстуры для Региса Ну а сегодня, друзья мои, нас ждет интереснейший квест, тоже сюжетный, в который мы отправимся на светский раут, который, зараза, чертовски красивый, но я пока вперед забегать не буду Сейчас вы скоро все увидите, событий будет много интересных и персонажей много интересных будет Поэтому, и я, как всегда, в своей традиционной манере буду с чувством, с толком и с расстановкой Проходите все, не торопясь, смакуя каждый момент Так что вы, друзья мои, ничего не пропустите Я надеюсь Хе-хе-хе-хе Потому что я иногда сам, бывает Не очень Это самое Внимателен В некоторых местах Кстати говоря Нам можно сейчас заглянуть еще к Регису будет Поболтать с ним Он там сейчас вроде сидит как бы Деттлофф и ждет Но кто-то мне написал, по-моему, или где-то я это видел, что можно заскочить к нему и просто поговорить Мегас уже и тема Почему бы и нет? Да, он здесь ожидает Деттлофф по-прежнему Мы, да, послушаем, с Регисом всегда по кайфу Он здесь сидит Геральт Мне бы не хотелось, чтобы ты подумал, что меня тяготит твое общество Совсем наоборот, однако Да, знаю Деттлофф не придет, пока я буду здесь Но пять минут же ничего не изменит, так? Разумно Зря я тебя торопил Ты хотел о чем-то спросить? Мне любопытно Откуда вы с Деттлоффом друг друга знаете? Ха-ха-ха, это щекотливый вопрос Я тебя внимательно слушаю Как ты знаешь, в юности был у меня такой эпизод, когда я злоупотреблял кровью В кругах вампирской молодежи я был без преувеличения весьма популярен У меня была масса знакомых, среди которых, собственно, был и Деттлофф Но пути наши скоро разошлись Видишь ли, Деттлофф считал наше развлечение Пугать девок, обернувшись нетопырем Сосать кровь на спор Глупостью Он был, разумеется, прав Но я понял это гораздо позже Прости, но я совершенно не представляю тебя в образе этакого вампира Бон Вивана Сам знаешь, живем мы очень долго У нас есть временные изменения И я благодарю за это богов Мне вот интересно, а что если Деттлофф не придет? Придет Вот как так получается? Когда мне нужен точный быстрый ответ, ты пускаешься в ученые рассуждения Но когда мне вдруг нужны подробности, я слышу от тебя только короткие отговорки Позволь я тебе объясню Говоря о фактах, вещах ощутимых и осязаемых Я действительно пытаюсь выражаться как можно более точно Когда же речь идет о делах, связанных с интуицией, каких-то вампирских вещах, мне оказывается проще молчать Потому что даже самое длинное объяснение не разъяснит моему собеседнику такие вещи хоть сколько-нибудь доходчиво А потому просто повторюсь Деттлофф придет Раньше или позже Береги себя, Рэдис Ну вот такой вот короткий разговорчик Но прикольно все равно мне кажется Да, конечно, интересные вампиры-существа Убить их может только вампир У самих кодек существует, что убивать друг друга нельзя Ну как мы все догадываемся, друзья мои Ты мне мозги не пудри ведьма Не все так однозначно Говорить я, конечно, ни о чем пока не хочу Ибо это спойлер сочтется за спойлер Но Впереди нас ждет очень много всего интересного Я перемотал тут эту всю поездку Нас тут сейчас ждет встреча Да, за нашу голову назначили награду Да Это он! Взять его! Как меня сразу срисовали Ну, пацаны, давайте попробуем Сейчас я вас быстренько вот так вот Хопа-хопа-хопа Один остался Гвардеец Они не похожи на местных Дамьян был прав Для меня и правда охотятся Ну, Геральту все эти, конечно, охоты Срать, как лил он на них Заказ на ведьмака Как они поняли, не очень-то похож А если бы я безбородный был бы Интересно, кстати Отлично Тихо-тихо-тихо Да, нам сейчас надо купить костюм Ты мне мозги не пудри видишь Я то вижу какой-то забиев О, наш герой Геральт 3 Риф Гош Тоже красивая партнерская мастерская Красивая вывеска Давайте зайдем Я надеюсь Пьера его зовут Прикольно что-то Северный модник Здравствуйте, здравствуйте Ну, ладно Покажи, что у тебя есть О, с превеликим удовольствием Элегантный баклерский Жилет или что там было Штаны баклерские А обувь Орликина маска Но можно маску не надевать Сапоги даже есть Не покупать, вернее, можно маску Нам ее выдаст, наверное Анна Генриетта Кунтуши здесь красивые есть Но Мы в баклере Спасибо Пока что это все К вашим услугам Ну и все Можно отправиться Так, а где у нас А мне же одеть его сперва надо Это так вот Потом Квест продолжится Так уберем мечи Арбалет надо тоже Убрать Но этот, я должен сказать Наряд посимпатичней Нежели Был у нас В Новиграде Такой какой-то прям богатый Но Геральт такие наряды не очень любит Как вы все знаете Тогда надо убрать арбалет И поскакали, как говорится Тоже я здесь перемотал Долгая езда Получилась Отдохни Нас уже встречают Досточки моя княгиня Как ее любят называть Опаздывает Почему меня это не удивляет Ну и ну Не думала, что у тебя такое чувство стихи Неплохо Неплохо На юного артиста ты не потянешь Но Неплохо И еще одна мелочь Вот Надень Маска На приемах такие носят все члены мандрагов Если есть маска Никто не будет спрашивать Кто ты Зачем они носят эти маски Наверное, думают, что это романтично и таинственно И потом под маской труднее узнать, кто напившись, начал пощипывать молодых артисток Пойдем Уже все началось Ты молодец, что убрал оружие Иначе нас бы даже на порог не пустили Есть мысли, как искать этого центрица? Главное его не спугнуть Лучше спрашивать про его партнершу Сесилию Это не вызовет подозрения Найдем ее Найдем и его При том, что он может нас поджидать О чем ты? В городе я наткнулся на его головорезов Они охотились на меня Ты... Ты прав Мы должны быть осторожны Пойдем Наша очередь Милостивая государыня Милостивый государь Приветствую вас на приеме Мандрагоры Сегодняшним вечером вашему особому вниманию рекомендую зрелище, подготовленное артистами из нашего общества Расскажите нам об этих зрелищах В этот вечер В этот вечер Мандрагора имеет честь представить три великолепных выступления Первым был концерт с Сесилией Биланты Певицы, чей голос завораживает, как грани бриллианта К сожалению, ее выступление уже закончилось Жаль, мы очень хотели послушать К счастью, вы успели на показ великого колести Мастера визуальной иллюзии Он прибыл к нам из самого далекого афира Визуальные иллюзии? Интересно А кто третий артист? Третий и четвертый, поскольку их двое Речь о братьях Тувинах Они представят свою новейшую пантомиму Нам бы очень хотелось встретить Сесилию Биланды Вы ее поклонники? Уверен, вам представится сегодня не одна возможность с ней поговорить В этой толпе будет непросто ее найти Может, подскажете, где ее искать? Я не знаю, где она сейчас, но дам вам совет Мы слушаем Ищите коверскую орхидею То есть? У Сесилии она вплетена в волосы По этой орхидее вы узнаете ее без труда Ну и ну А Лютик говорит, что художники еле сводят концы с концами Этот особняк не принадлежит никому из них Они здесь гости Хозяйка особняка Ариана Женщина в черном платье Вон, на балконе Вижу, она без маски? Это не имело бы смысла Все равно все бы ее узнали Надо искать орхидею Найдем Сесилию, найдем и центрица Можно подумать, вас в масках не узнают Ладно, очень красивое мероприятие Сейчас вы в этом убедитесь Сейчас мы прогуляемся Я повторюсь, буду делать все Неторопливо Разглядывая Такой интересный дворик И тут можно поучаствовать в забавах Как вы можете так прочесть на этих самых Давай, вероятно Покажи, какой из тебя художник Бросай полз в шарик из красоты Брось красный полотно Надо, пока сколько тут накидать шаров Дамы и господа Еще одна душа желает безлиться В гостях и выиграем Нормально Ухм Можно сейчас поимпровизировать, конечно Можно покидать это все А что-то пока остальные взять нельзя Почему-то Всю палитру Хотел бы использовать Ну, здесь так, чисто просто на вашу фантазию Что получится, то получится Хотя не, я не знаю, я даже где не смотрел ни у кого Кто-то что рисовал Ну, всякую хрень, короче Просто от балды Набрасываем Кружочки Кружочек, что-то как будто в этом, знаете В дартс Виноградные глаза Да, прикольно, конечно Забава интересная Ее там комментируют, во всячески, да Можно создать просто произведение искусства, да Как выясняется Это же очевидно Это наичистейшее воплощение красогрестя Так, у нас там уже одиннадцать с пятнадцати Да вообще, просто, я чисто наобум И красные-то и последние осталось Кровавый красный, о боги Ух Хорошо Хе-хе-хе-хе-хе Ну, на самом деле, вообще пофигу, что вы тут не кидаете Вам все равно одно и то же скажут Можно прибухнуть Здесь, по-моему, абсент даже есть Да Напиток художника Осторожно Он сильно ударяет в голову Я устойчив к таким вещам Да, ты забываешь, он ведьмак Хотя, они все равно мне нужно, чтобы накрыло Ненадолго, правда Я, кстати, тоже пил абсент Самый настоящий С сахаром Жженый О, фантаминку Ага Прикольно Такое себе, конечно ПТЕ Мне не очень понравилось Он горячий, его надо поджигать еще на сахаре Там прям здесь Сборник этой самой Полезности Кроме того, разве вы не слышали новости? Да все только об этом и говорят Четыре полотна Детувета за одну ночь кража века А теперь приходите ко мне вы и предлагаете одно из них Если вы не заинтересованы, кто-то другой непременно Ладно Не упускать же такую возможность Сколько вы хотите? Не спешите Вы выразили согласие Теперь я передам его моему клиенту Мы дадим вам знать Пожалуйста, ждите вестей Интересно, как тут происходит зоология Но они вообще никакого отношения в принципе не имеют к нашим Как ты понимаешь, у меня очень много претендентов Милый меценат, я докажу вам, что в меня стоит вкладывать деньги Хм... И как ты собираешься это сделать? После приема я устрою для вас представление Приватный показ Ох, моя дорогая Я чувствую в тебе дар убеждения Хе-хе-хе Разводник какой-то Мы заняты И что-то я не понял Как это на... повлиять можно на что-то здесь Нет? Зачем мне сюда показывают? Или это наверх показывают? Вы видели острова с Кельги? Да, видел Все, вдоль и поперек из Пещрида Меня очень много причинит Так, ну они там уже по второму кругу говорить начали А как же тогда? Это же что же? Почему же? Наверное... Как-то надо действительно со второго этажа что ли Поучаствовать в забавах Так, мы короче выпили абсента, покидаю шарики Пантоминку испортили милом Ну или не испортили, а подыграли И вот сейчас... Мак Он, кажется, наказывает какие-то чарли Да, сейчас посмотрим Красотища Ребятки, ну конечно, кайфовый Здесь просто пипец Я все вспоминаю Тот самый Прием У Вигель Будов, по-моему, назывался он Дворец Вигель Будов У Вигель, смотри, какие дельфинчики прикольные Давайте посмотрим Смотрите, как классно А как он так висит? Мак Колести Это не просто иллюзия Он настоящий художник Да, впечатляет Впечатляет Красиво, блин, зараза Как уже все-таки Реды Реды все-таки, конечно, умеют И в графику, и в атмосферу Все-таки какие-то представления устраиваются интересные Этим магам Дельфинчики по всей этой Ну, короче, я так понимаю, это все Можно дальше продвинуться Фрилент театральный сценарий А все хотят только двух вещей Денег и перепих Влюбленный ведьмак Франсуа де Валер Густой лес окутан мраком ночи Над деревьями видна полная луна Важно в специальном сценографии Необходимо полнолуние Вдалеке слышен воеволка Ведьмак ступает через темный лес Ноги ставит внимательно В руке сжимает серебряный меч Ведьмак Зараза, полная луна Долго я ждал этой ночи Ведьмак Три недели это Багаем за проклятой дыре Чтобы выследить одного волоколака Хорошо хоть Что дочь мельника Скрасила мне ожиданием Ведьмак А в общем В общем жалко Будет уезжать, зараза Взять ее с собой За спиной ведьмака слышен Треск сломанной ветки Ведьмак выращивается В боевой стойке Видит волоколака Ведьмак Попался чудовище Волоколак Вешеный ращит Волоколак снимает маску пса Ведьмак видит, что Это дочь мельника Он удивленный Знает, что делать Дочь мельника Что теперь убьешь меня? А может возьмешь с собой Интересно Это откуда такое Какая зарисовка В книжках Чего-то такого не припомни Наверное просто вольная интерпретация Так а вот собственно Портретист Разговаривать, но прошу, не двигайтесь Ну и ну, замечательный портрет Узнаю эту монету, это же Дориан Велес Милостивая государыня слышала обо мне? Я... я слышала, что сама Анна Генриетта хотела пригласить вас написать ее портрет Да, в свое время ко мне обращался придворный камергер, но он отверг мои условия А что пошло не так? Узнав, что я пишу исключительно обнаженную натуру, он прервал все переговоры Говорил, не решится оскорбить ее сиятельство таким предложением А я всегда хотел ее написать, так жаль Думаю, вам еще представится такая возможность Мы пришли сюда, чтобы встретиться с вами С... со мной? Но зачем? Расскажите о Центрийском дворянине, с которым вы сюда пришли Центрийском дворянине? А-а-а, вы думаете, я Сесилия? Меня, должно быть, сбила с толку Орхидея Я же говорил, не двигайтесь! После выступления Сесилия бросила цветок в толпу, и я его поймала, но я видела этого дворянина Нам очень нужно с ним поговорить. Как он выглядел? Как все. Высокий брюнет, в маске Вы знаете, где он сейчас? Он вручил Сесилии подарок, такую коробочку в форме сердца И потом они пошли к столам с угощением Милостивые господа, так невозможно работать Оставьте нас Так, ну понятно, что ничего не понятно Но забавы у нас еще остались Там можно шарики позапускать Или как они там называются эти Ой, какой красивый прием, ребят Прям вот не хочется бегом бежать Бон-Виваны ходят тут всякие Фонарики, да-да-да Ну ладно, попробуем Не думала, что ты веришь в такие вещи Красота В ночное небо так вылетают фонарики Просто обалденно смотрится А еще можно запустить? Можно Пользуя ведьмачье чутье Осмотреть столы с угощением Так, ну хорошо, пойдем Вроде бы дополнительное задание все Надеюсь, что я ничего не пропустил Бон-Виванка 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 Прикольно, я не знаю, что такое слово-то есть Фон-Фон-Тюльпун Бон-Виванка Бон-Иванка Ну что Так, а, ну это уже, видимо, чуть-чуть Это уже мы сейчас непосредственно будем, наверное, разглядывать Бон-Виванка 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 буду говорить прямо от всего сердца неделю не шлю я по твоему адресу вкратчивый взор это я в глубине души надежда что равно и ты питаешь ко мне хотя бы тень расположения я долго набирал смелости чтобы открыть тебе мои чувства и наверняка до этого до сих пор не дошло если бы только не появилось на сегодняшнем приеме в обществе этого дамского угодника гуляки и претезвездного рифмоплета альфонсо де резиде лишь только я увидел что этот хлыщ за тобой волочится как немедленно решился реагировать схватил я в руку лучшее свое оружие то есть первое художественное слово и пишу тебе смонт прости салфетки не было под рукой ничего более подходящего о чудеснейшие не верить слову из тех что нужно шептывает тебе этот человек скользкий словно уж и равно же ядовитый а ты его авансы и позволь мне самому ходить с тобою под руку корни тебя винограды на освещать твое небо фейерверком своего счастья на тебя твой фабиен господи какая пылкая речь то прям вот театральный этот самый у меха это тоже кстати прикольно это браво локализатором милая моя солнышко какое там оно лесное или земное графомаст очень сушить интересно да друзья мои дополнения прям вообще просто огонь я каждую серию выкладываю каждый раз не перестаю удивляться как все таки игра в себя влюбляет и дополнение это особенно это нару лучшее дополнение из всех дополнений когда-либо деланные любыми разработчиками любых игр и такой вот качество не припомню чтобы вот так вот прям в дополнение сделала на таком уровне просто отдельнейшая история как вот отдельнейшая глава была у нас вот в скеллиге когда надо с вами целая локация здоровенная ну это круто это очень круто так и что у нас здесь куда нас приводит запашок мне жаль вход только для членов мандрагоры пойдем что-нибудь придумаем я я везде узнаю этот голос а вы должны быть перепутали меня с кем-то я 15 лет служил во дворце ваша милость я вас ни с кем не перепутаю не так громко мы здесь инкогнито это дело государственной важности так точно чем я могу вам служить мы же можем рассчитывать на твою сознательность разумеется буду нем как могила мы ищем сесилию билан ты не видел я она в гримерной пришла в компании какого-то дворянина у них явно что-то между ними явно было как он выглядел высокий широк в плечах из-под маски была видна черная борода говорился наземным акцентом но вот так растягивал это наверняка нам нужно в ее время как можно скорее так точно я вас отведу оставайся здесь а если кто-то попытается бежать задержи его так точно быстро наверх ну что продолжаем следовать центриец с родины цири значит до центриец здесь кучу всего интересного это видимо сесилия пульса нет мы опоздали он перерезал ей горло животное через дверь он не выходил стражник бы его заметил возможно он еще здесь найди его пока он не причинил вреда кому-то еще я сейчас же уведомлю ариану пусть закончит прием нам нельзя разделяться геральт я справлюсь беги за преступником а я приведу помощь таинственные загадочно все и музыка заиграла прикольная ну давайте осмотримся в принципе здесь есть на что посмотреть он убил ее вышел но и в этой комнате смотреть особо не на что сейчас мы тут я так быстренько контрольную экспедиционную проведу здесь вот пускай будет все вроде как красивый тут спарринга тоже богатая кровавый отпечаток руки этого раненый что-либо или так его от ее крови ловко выбил двери сделал из нее по мосту даже более чем открывая дверь разбил горшок затем наступил землю так там след следующий следы грязных сапог он забрался по этой лесенке интересно двигаемся дальше уход за угла были на нас напрыгнет может быть совсем рядом так молодец вот надо главное не обкакулиться разбитое зеркало все наверно смогу осмотреть летел у него затем упал на пол я имел ввиду обкакулиться когда вот не все улики осмотришь я стараюсь конечно все осматриваешь все геральтовые комментарии или у нас с вами записаны еще шкатулочки ну прям разбогатеем отсюда буду выходить то следы крови вот это как раз таки в последнюю очередь надо смотреть нет светильник погнут и вымазан в крови кто-то пытался с него схватиться тут прям целый махач был звенья разорванной цепочки наверно на ней висела драгоценность шкатулка с выломанным замком похоже я вскрыли отмычка наверно вор пришел за этим камнем на нем кровавый отпечаток пальцев рядом лежат звенья цепочки как от разорванного ожерелья видимо завязалась драк она син дралась что ли получается пустая чернильница ее сбросили она упала в сторону комнаты холст надрезан картина будто разрезана ножом я пока не очень понимаю что здесь происходит а вот и ножик растерянный охотничий нож должно быть его выронили во время схватки стоп а там уже еще да вот уже релик какой-то похоже вещь ценная но он пришел не за этим и улетел в окно что ли на раме слабе крови кто-то выпал из окна но кто-то ему помешал завязалась схватка и в итоге кто-то выпал из окна он должен был разбиться драгоценность все еще здесь значит этим кем-то был сам центреец так это следователь ведьмак верно да мы вместе обнаружили тело а затем он пошел по следу убийцы и попал сюда но здесь я нашел только следы борьбы кажется с последней жертвой центреец не справился жаль только сисилии это уже не поможет бедная девушка я всегда говорила ей что она выбирает не тех мужчин но я подумать не могла что она приведет сюда убийцу я скажу прислуге пусть сейчас займутся ее телом мы же давайте присядем и я расскажу вам все в подробностях я застала его за кражей он рылся в моих вещах выискивая ценности и что ты вызвала стражу нет у меня не было времени он же мог сбежать он как раз стоял ко мне спиной так что я напала сама он ударился головой о раму картины у него хлынула кровь он был в бешенстве вытащил нож а потом все пронеслось как в тумане я сумела выбить у него нож и толкнула его а он выпал из окна именно так неразумно вступать в схватку с вооруженным преступником потому что я дама и ношу платья не доспехи я умею о себе позаботиться шпилька для волос может и выглядит как украшение но если ее вогнать в глаз она убивает не хуже меча значит когда вы вошли в комнату этот человек воровал ваши вещи он стоял над моим туалетным столиком и разглядывал украшения он пришел за этой вещицей я нашел ее здесь же но это же сердце тусэнта ариана откуда она у тебя я купила его много лет назад у какой то молодой женщины почему это украшение так важно сердце годами принадлежало моей семье потом она пропала вот уж не думала что она найдется похоже кто то очень хотел его найти вор оставил сумку с инструментами а внутри был этот рисунок взгляните сердце тусэнта очень точно нарисовано центрейт сработал на заказ и отлично знал что ищет то есть то есть мы ищем не его а его заказчика это наша единственная улика есть еще оружие с которым он напал на ариану охотничий нож для свежевания дичи на рукояти какой-то герб это родовой герб дунтыны хозяин этого замка страстный охотник может быть пойдем по этому следу дунтыны я помню это место несколько лет назад оно было заброшено не так давно туда вернулся последний наследник рода роды рик поселился там и восстановил замок ты знаешь что-нибудь еще об этом роды реки его дедушка был советником королевы ады марты за службу его семья получила эти земли роды рик нелюдим избегает людей и удовольствуется компанией нескольких рыцарей из дружины если только их можно назвать рыцарями это разбойники с гербами на щитах ариана надеюсь что все что здесь было сказано вы сохраните в тайне если станет известно что кража закончилась неудачей то заказчик может от нас уйти так что надо действовать осторожно молчание важно для всех нас я не спрашиваю о ваших делах но надеюсь что и меня больше никто не будет беспокоить прошу меня простить госпожа ариана можно вас на два слова простите я на минуту что ты думаешь об этой ариане на свете мало людей в чем присутствие я ощущаю беспокойство но рядом с ней мне становится не по себе рисунок сделан на той же бумаги на которой написаны имена жертв вампира его нарисовали теми же чернилами похоже это работа наших шантажистов значит они заставили бестию убивать а кроме того украли сангриали попытались добыть сердце тусэнта вино и драгоценность напрямую связаны с тобой что-то мне не верится что это случайность я бы сказал что следующей частью плана может стать покушение на твою жизнь это может быть кое-что другое это может быть среди заговорщиков может быть моя сестра сиана ее отлучили от двора когда мы были еще детьми мои родители ее изгнали с тех пор я ее не видела почему твою сестру изгнали сиана была проклята твои родители столкнулись с чародеем нет она родилась в дурной час говорили ее коснулось проклятия черного солнца геральт скажи это правда люди могут быть злыми только потому что родились не в ту лунную фазу случаи с черным солнцем возможны а может все потому что к ним с самого рождения относятся как к прокаженным наверное было нелегко она она была зла на весь свет чувствовала себя хуже других но скрывала это под маской самоуверенности и наглости она она бывала жестокой помню один такой случай она внушила Сидрику де Кульберу что во сне она может предвидеть будущее мы были еще детьми а брат Сидрика был в меня влюблен это было невинное детское увлечение сиана об этом знала она сказала Сидрику будто ей приснилось что он погибнет от рук собственного брата Сидрик стащил у отца меч и зарубил брата она загубила этой шуткой две жизни Сидрик не простил себя по сей день в конце концов ей пришлось покинуть дворец много лет назад и все это время я тосковала по ней почему ты думаешь что твоя сестра замешана в этом понимаешь она всегда была собственницей она всегда завидовала если у меня было что-то чего она не получила я думал так всегда бывает между сестрами верно я ведь тоже в долгу не оставалась иногда мне очень ее не хватает кража моего вина была первой уликой это очень в ее стиле она любила утереть минус и я окончательно убедилась после сердца Тусента она получила его в подарок от отца в те времена когда родители считали что она просто непослушная девочка если кто-то захотел сначала получить мою вину а после украсть фамильную драгоценность то это скорее всего была моя сестра причудливое желание опальной княжны похоже на правду твоя миссия обретает новое значение отправляйся в Дунтыне и если Сиана все еще там найди ее несмотря на то что она сделала волос не должен упасть с ее головы и ты позаботишься об этом если она там я найду ее очень на это надеюсь я хочу с ней поговорить как сестра с сестрой ваше милость геральт я хотела вам представить регис какой сюрприз я не знала что ты в баклере а это мой близкий друг дэдлов вандер эритай он прибыл из назаира мы вместе помогаем присутствующему здесь видимо вот как но что вы делаете здесь у арианы они заглянули ко мне решив устроить сюрприз и я пригласила региса на бокал вина мы знакомы очень и очень давно кажется вы двое тоже старые знакомые и даже друзья я мало на кого я могу рассчитывать так как на региса надеюсь он тоже самое думает обо мне интересно похоже противоположности и правда притягиваются не дай себя обмануть дорогая геральт истинный кладезь достоинств как он скрывает их от мира помнится вы говорили что помогаете ему с заказом подозревая что речь идет о бестии мастер ведьмак может вы развеете мое любопытство каково это стоять лицом к лицу с чудовищем когда есть только два выхода убить или быть убитым я вовсе не на каждое чудовище бросаюсь с мечом с некоторыми достаточно просто поговорить интересно что такой монстр захотел бы тебе сказать может попросил бы прощения за что же монстру просить прощения у ведьмака за то что убивал однако порой у монстров нет выбора особенно если надо защищать близких с людьми все то же самое иногда ты вынужден убивать ты это понимаешь наверное поэтому ты друг региса если я правильно тебя понимаю ты бы предпочел помочь чудовищу а не убивать его да если это возможно по крайней мере я бы попытался довольно разговоров о ведьмачьем ремесле регис упоминал что ты родом из назаира я была там в детстве у вас приятные воспоминания великолепные я помню я была в восторге от местной моды больше всего мне нравились эти платья с глубокими разрезами похоже у нас кончается вино я пошлю в погреб за новой бутылкой позвольте я схожу регис ты мне поможешь ты разбираешься в винах гораздо лучше меня сейчас вернемся невероятная беседа ты не находишь вампиры ведьмак и княгиня тусэнта весьма рейдис весьма невероятная надо поговорить ты с ума сошел ты привел сюда дэдлоффа керальт позволь я тебе объясню это я тебе сейчас объясню он опасен а ты взялся за ним следить дорогой мой именно это я и делаю дэдлофф верит что ты выполнишь задание и никого больше не убьет по крайней мере пока в его руки не попадут люди похитившие Рену вы двое оказались здесь не случайно я бы назвал это удивительным стечением обстоятельств но нам помогла услужливая птичка это ариана она правда твоя подруга ей можно доверять мы познакомились давным давно еще до знакомства с тобой и до того как она села в баклере я ее много лет не видел я тебе про нее расскажу но при более удобном случае слушай меня внимательно мне удалось узнать где шантажисты они сидят в замке дунтынны замечательно если они там то и Рена там же княгиня подозревает что в этом деле замешана ее давно пропавшая сестра возможно она связана с шантажистами то есть теперь ты должен вытащить оттуда двух девушек именно поэтому нельзя рассказывать об этом датлофу он жаждет мести геральт поверь мне я могу на него нет редис мы не можем рисковать задержи датлофа а я отправлюсь в дунтынны один один потому что тогда я буду уверен что ни с кем ничего не случится надеюсь ты знаешь что делаешь ладно я займусь датлофом удачи мой друг чудесно датлоф я рада что ты напомнил мне об этом ну а вот и вы долго же выходили выбор вина вовсе не такая легкая вещь как кажется особенно если пить его предстоит столь известным дамам регис как всегда галантин тем более я сожалею что не допью с вами эту бутылку обязанности зовут ваша милость было очень приятно благодарю за помощь она неоценима геральт ты меня проводишь должна признать у тебя необычные друзья это датлоф весьма загадочный человек я не очень хорошо его знаю он рассказывал о себе немного но я чувствую каковы люди на самом деле иначе я не выжила бы при дворе и неделе и какой он чувствительный грустный носит в себе какую-то трагедию но это хороший человек только потерянный потому и кажется таким мрачным не ожидал что сегодняшний вечер закончится вот так это правда но я вытащила тебя не на романтическую прогулку я хотела убедиться что ты знаешь что тебе делать знаю я отправляюсь в дон тыны тебе помогут мои гвардейцы они будут ждать тебя на мельнице графа де ла круа знаю эту мельницу дамьен и его люди будут ждать тебя в полночь вместе вы атакуете замок ну что ж друзья мои вот такой вот интересный действительно вечер разговор и ситуация прямо приобретает обороты набирает ситуация должен сказать хочу сейчас немножечко под конец этого выпуска почитать биографии тут видите статья Ариана мне очень понравилось как ее нарисовали голос озвучки это ее конечно тоже классно какой-то грубоватый так без теории у нас пока ничего не обновилось а вот персонажи Анны Генриетта что удивительно с тяготами дороги она справилась столь же хорошо как и с дворцовыми аудиенциями Геральт быстро убедился что даже без богатого украшенного платья переодетая в дорожный плащ Анны Генриетта по-прежнему оставалась такой же уверенной в себе и неуступчивой владычицей кроме того при дворе тусента каждый день была борьба настолько ожесточенная что подобное бывает и на каждом поле битвы борьба в которой оружием служат едкие намеки злобные полуправды бесчестное изуваскальство княгиня была разумеется искушенным мастером в этих стычках а ведьмак теперь получил возможность воспользоваться ее опытом да да Дамьен после того как плечом плечу с ведьмаком Дамьен Белла Тур пролил немало крови он убедился что белый волк человеку все таки достойный и действительно желает помочь можно сказать они даже подали друг другу руку подали пожали почти ну по крайней мере хотели Детлов когда Герард вместе с княгиней направился в поместье Арианы он был уверен что Детлов находится под объектой Региса он ошибался а его удивление сменилось досадой когда он заметил что оба вампирова вместе входят в зал как ни в чем не бывало княгиня понятия не имела что говорить с убийцей которая так усердно пыталась уничтожить во время встречи он показался ей очаровательным в это время Герард собирался в Дунтыны и вынудил Региса пообещать что в этот раз он не держит Детлафа подальше а Детлаф кстати мне очень нравится как персонаж Ариана во время приема организованного Мандрагора Геральту представил случай познакомиться с Арианой участливой подругой всех местных людей искусства было в этой женщине не нечто что у большинства людей вызывало беспокойную дрожь ведьмак правда дрожи не ощутил но у него появилось предчувствие что это не просто очередная богатая аристократка а его предчувствия обычно всегда оправдывались мы это с вами тоже догадываемся очень красивое платье у него такое тоже блин Сиана Сильвиана прекрасные имена правда разумеется прекрасные ведь в конце концов они принадлежат княжне и не какой-нибудь сестре Анны Генриетты к сожалению судьба Сиана была не так веселой и красочной как можно было ожидать ведь она была жертвой проклятия черного солнца которое поражало девочек из королевских семей родившихся сразу после затмения хотя Геральт серьезно сомневался существует ли мнимое проклятие на самом деле многие утверждали что оно вызывает страшные мутации и наполняет души своих жертв жестокостью и жаждой убийства когда чаша терпения переполнилась стало ясно что Сиана слишком опасна для окружающих родители решили удалить ее со двора и проще говоря приговорить к ссылке и проще говоря однако Сиана бежала в Нозаир и пропала бесследно да Чистящий обувь пацаненок Юда Чистящий обуви имени которого так и никогда не узнал был персонажем вскоре очаровательной истории и нахрапистым к тому же у него была предпринимательская жилка что нередко доставляло ему проблем от одной из таких предряг его избавил Геральт когда спас паренька от трепки которые не задали бы ему хозяева ближайшей мастерской дело было в том что Чистящий каждый день выливал перед мостом их работы помои чтобы завести грязь которую пачкали себе башмаки себе башмаки его будущие клиенты засранец маленький вот про Региса сейчас долго читать после встречи с Вихтом Геральт доставил Регису компонент необходимым для изготовления озвука однако оказалось что это еще не конец чтобы доделать эликсир нужна была также кровь высшего вампира ведьмак не понял в чем весь труд покуда Регис не объяснил ему что кровь вампира изменяет свои химические свойства в зависимости от его эмоционального состояния нужно было создать ситуацию когда годами не бьющий Регис обезумил от жажды крови Регис привел Геральта в Тесхо мутно это мрачное место в древние времена использовалось вампирами для разведения людей кажется даже в воздухе ощущалось страх и боль Регис не доверял себе и добровольно вошел в подвешенную клетку оттуда он должен был смотреть на резню которую устроит ведьмак разложенная в определенных местах приманка сворала множество чудовищ и Геральт устроил им кровавую баню Тесхо мутно захлебнув с кровью а Регис едва не лишился рассудка так друзья получили кровь вампира в состоянии возбуждения Геральт принял эликсир озвук который приготовил Регис благодаря этому он смог увидеть фрагмент того дня когда Деттлов совершил убийство следующий привел след привел друзей к старому уже закрытому магазину игрушек где Деттлов устроил себе укрытие к сожалению наши герои с Деттловом явно разминулись однако они не покинули его укрытие с пустыми руками обыскав магазин Геральт нашел письмовка из которого стало ясно что Деттлов и шантажируют шантажисты похитили его невесту Ренавет и угрожали Деттлафа что будут пытать ее если он не согласится с ними сотрудничать так Деттлов стал убивать людей на которых ему указывали посоветовавшись Геральта Регис решили разделиться Регис должен был ждать Деттлафа Геральт отправился в комеденение Генриетте чтобы отдать ей рапорт об успехах следствия выслеживая шантажистов Геральта Иоанна и Генриетта попали в одно частное владение которое стало местом встречи Мадрагоры аристоклические богемы Туссента хозяйкой имени была некая Ариана вскоре к явному неудовольствию ведьмака поместья посетили также Регис с Деттлафом оказалось что Регис друг Арианы с давних пор вся встреча носила весьма необычный характер поскольку княгиня понятия не имела что разговаривать с бестией самым важным из того что понял Геральт был тот факт что шантажисты удерживают женщину Деттлафа вместе под названием Дунтына Геральт попросил Региса на пару слов и состоялась короткая беседа ведьмак решительно отказывался сообщать эту новость Деттлафу по его мнению это могло бы вызвать новые неприятности я согласен с людьмаком лучший вампир который теряет контроль над собой это всего неприятности и при том большие ну что вот такие друзья мои у нас интересные события с вами развиваются следующий будет еще интереснее ну уже прям с вами можно сказать у самого финала практически но еще конечно предстоит нам я хочу на этом с вами попрощаться очень красивая была миссия это не секрет очень красивый был и на фоне красивого закатного солнышка я попрошу вас тыкнуть пальчик подписаться на канал мы с вами очень скоро увидимся в рюкбе у микрофона всем большое пока и